Сейчас слово предоставляется самому юному нашему автору. Он прочтет небольшой рассказ из своей книжки Андрея Каслера. Я просто хотела сказать, что он первый раз вот так на аудиторию очень волнуется. Я его бабушка. Ну давай, я подержу тебя даже. Читай. Раз. Добрый вечер. Я бы хотела вам прочитать один рассказ из своей книги «Волшебный сухарик». Рассказ называется «Восевки не для снайпера». Рассказ о войне. Был 1944 год. Мой прадед, мамин дедушка и его товарищи знали. Наш народ победит. Рядом сражались женщины. Удивительное дело. Их присутствие добавляло храбрости солдатам. Видя, как слабый пол переносит тяготой войны, невозможно было трусить. Казалось, воины забыли слово трусить совсем. И его значение. Не было его и в их обиходе. На слуху было слово «любовь». Любовь к родине, к земле, к матери. Это слово согревало российских солдат. Случалось на войне. И любовь мужчины к женщине. Настоящая, огромная. Не боящаяся разрывов снарядов. В соседнем доме жила старушка, которая умерла, когда ей исполнилось 99 лет. У нее была отличная память. Для меня осталась загадкой, как она ее сохранила. Она мне и рассказала историю, которая тронула мою душу. В 1944 году, в том самом, когда все говорили о скорой победе, в одной из кратких летних передышек боев, когда природа, казалось, была сожжена от отвар, боец увидел на крохотном пяточке, нетронутой снарядами в земли васильки и решил подарить их своей любимой, с которой они должны были пожелиться после войны. Ползком он пробрался к крохотной полянке. И сорвал букет. Видимо, прелесть цветов ослабила в нем мутительность. И солдат решил не ползти обратно, а по-рыцарски приводнести своей невесте голубоглазые полевые сокровища фронтового леса. И она, его любимая, заметив его приближение, пошла к нему навстречу. Поле сразило сперва его, а потом ее. Ни паника, ни ужас были в тот момент у очевидцев убийства, любви, о ненависти к тому, кто это сделал. И он был найден. А вернее она, маленькая, хрупкая немецкая снайперша, ослепленная думою завистью. А обоих влюбленных, женихами, у нас только похоронили вместе. На могилу положили спецодный из восемьков венок.